С нами на связи заместитель главы Бридянского районного совета. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. Приветствую. Итак, что из оперативной обстановки в этом направлении вам известно сегодня и чем можете поделиться? Ну, сейчас много информации о прорыве линии обороны. Не так давно сталкивались войска с проблемой тотального минирования полей. Во-первых, мы не должны забывать, какой ценой дается прорыв и контрнаступление. Во-вторых, дезертирство и проблемы в рядах российской армии, к счастью, это не новость, потому что доходят сведения и с тыла глубокого, с территории моего родного города и района Бердянского и города Бердянска, о том, что у них постоянная проблема с коммуникацией, постоянная проблема с логистикой. И вот эти дезертирства регулярно появляются в рядах российских военных, разных военизированных формирований. Это очень, скажем, для Украины благоприятно влияет на процессы контрнаступления, но, тем не менее, нельзя забывать о том, что дальше вот этих оборонительных сооружений еще немало, и оккупанты продолжают их расширять, устанавливать новые, роют уже более глубоко в тылу окопы, противотанковые рвы, брустверы, ну и занимаются, скажем так, всеми процессами обороны. Ну и минирование в том числе, да, наверняка? Да, естественно, минирование в том числе, но им сложнее в тылу заниматься минированием, потому что надо самим как-то двигаться. Но, тем не менее, в целом, несмотря на сложности, контрнаступление проходит. Я думаю, что боевой дух нашего войска и тот, чем наши войска руководствуются, что он находится на своей земле и освобождает свою территорию, это основополагающие факторы. И тут не могу не упомянуть, что героинь наших воинов – это новая история новой страны и нового нашего общества. Да, несомненно, несомненно, абсолютно согласен с вами, Виктор. В районе временно оккупированного Бердянска накануне слышали громкие взрывы. Окупанты заявили о якобы сбитой ракете. Об этом сообщал советник Мармариуполя Петр Андрющенко. Что вам известно об этом сегодня, о происхождении этих взрывов? В первую очередь, оккупанты ни разу не признались, насколько я помню, что куда-то долетела какая-то ракета. Да, у них всегда работает ПВО, вот так сказать. У них безотказное просто ПВО, и они просто просят всех не тревожиться, немножко тревожно, но просят не тревожиться постоянно. На самом деле у нас за последние недели, месяцы отслеживается такая ситуация, что в селах вокруг Бердянска и уже все севернее и севернее от моря эти села тотально заселяются российскими военными. Одним из таких первых сел, которые превратились в огромную казарму, стало село Осипенко неподалеку от Бердянска. Это Бердянский район. И вот это вот село стало, наверное, последним пристанищем для какого-то количества оккупантов, потому что есть, если не уверенность, то очень серьезная информация о том, что вот эти вчерашние прилеты около 10 и 10-20, которые слышали на территории, огромной территории местные жители, были как раз по позициям, по непосредственно личному составу. В селе Осипенко расположена довольно-таки большая больница, ранее она была районного масштаба, и была информация, что заселялись оккупанты, так как здание большое, оно удаленное от жилых домов, оно идеально подходило как цель. Я не уверен, о больнице речь идет или нет, но тем не менее оккупантов там проживает очень много, и они вот стараются сейчас рассредоточиться из таких вот больших скоплений, как в курортной зоне, потому что по ним Шторм Шэдоу прилетали и разносили четырехэтажное здание просто вместе с оккупантами, что они даже не считали свои потери, просто сгребали это все в кучу. И сейчас они по селам, но тем не менее спрятаться они, к счастью, не могут. И вот эти вот попадания по их расположениям в тылу, на мой взгляд, отыгрывают как раз часть вот этой вот ситуации на фронте, их дезертирство, их проблем и того, что российская армия все больше и больше должна понимать, что на этой украинской земле делать им нечего. — Скажите, а в самом Бердянске точно так же формируются части оккупантов? — Ну, они расположены по всей территории. То есть Бердянский район, так как самые тыловые точки, и так как это зона курортная, в которой много инфраструктуры курортной, она очень устраивает оккупантов. — Ну, это оздоровительные учреждения, разные санатории, да, которых очень много. — То есть то, что было постсоветское, построено еще, типа масштабов четырех-пятиэтажных зданий, типичной любой постройки, и там все практически превращалось в свое время в казармы, либо в госпитали. — Ну, локации этих заведений хорошо известны. — Да, где оппозиция? — Естественно, мы преимущественно так. Будем так говорить, на сегодняшний день в ряде населенных пунктов оккупантов больше, чем местных остается. То есть вот сейчас именно в селах это точно такая ситуация. В Бердянске я не могу сейчас оценить четко, но количество оккупантов у дельный вес имеет огромный. То есть это их тыл, они туда приезжают, учатся, либо лечатся, стреляют на полигоне, учатся там и стрелять в Новопетровке под Бердянском селу, опять же полигон рядом им удобно. Ну и потом уже едут умирать на Запорожский фронт. — Да, именно так. Кстати, вот о местных, о наших людях. Известно, что жителям временно оккупированных территорий Украины отказывают в предоставлении медицинской помощи в случае отсутствия у них российских документов. Об этом давно известно, об этом сейчас еще раз сообщает Центр национального сопротивления. И вот по информации Центра с 1 сентября на временно оккупированной части Запорожской области граждане Украины больше не могут, вообще не могут претендовать на получение медицинской помощи. Исправить это может только получение паспорта России, оформление российской медицинской страховки. Скажите, есть ли у вас информация, какому количеству людей пришлось вынужденно лезть в эту паспортную удавку, чтобы получить хоть какую-то медпомощь? Я не знаю, как это так случилось, но оккупанты не так давно, буквально месяца два назад, рапортовали о том, что в Бердянском паспортном столе было выдано 2500 паспортов. Данное количество является очень маленьким, потому что раньше Бердянск был 100-тысячным городом, потом местные жители выехали наполовину или даже больше, туда приехали жители с другой оккупированной территории, из городов, которые были уничтожены, Бахмут, Угледар, либо обстрелянный Мариуполь и так далее. То есть их добавилось. Но 2500 паспортов это не так уж и много, учитывая, что это не только жители Бердянска выдавались паспорта в Бердянске. То есть тихое сопротивление жители продолжают оказывать. Это очень тяжело им более чем полтора года, жить в оккупации без паспорта и без доступа к вот этим услугам. Но сейчас оккупанты говорят уже о конкретных датах, когда люди не смогут получить медицинскую помощь. Раньше было это все без анонсов. То есть медицинская помощь это один момент. Вызвать скорую, обратиться ургентно в больницу. Это можно было исключительно по каким-то связям, по личным, кто кого там знает, можно было получить помощь. По умолчанию человек без паспорта, бесправный и ни на что не притянул. Но, видимо, сейчас они называют эту дату конкретную, чтобы стимулировать людей получать эти бумажки российские под свои псевдо-фейковые выборы, да? И в том числе для того, чтобы успешно задокументировать то, как они нарушают все существующие конвенции, которые обязывают оккупантов обеспечивать людям доступ до элементарных социальных гарантий, социальных услуг. Я уже молчу о том, что все программы, которые там они внедряли в свое время на предмет доступных лекарств или какой-то социальной поддержки, ну то есть чтобы человек выжил, просто выжил как минимум, эти программы никакие не доступны держателям паспортов. Более того, сейчас начинается еще отдельная история с номерами машин, потому что раньше они говорили, что мы с 2025 года будем заставлять вас переделывать номера на российские, регистрацию, вернее, автомобилей на российские. Сейчас они говорят, что уже все, будет это все вот сейчас, прямо людям начинают на блокпостах уже сейчас задавать вопросы, почему вы не перерегистрировались и так далее. Мы же понимаем, что за этим всем юридические последствия тоже наступят. После деоккупации вот эти люди со своим транспортом, со своими паспортами, должны будут потом обратно реинтегрироваться в общество, в том числе перерегистрировать тот же самый транспорт. Я уже за недвижимость молчу. То есть, нет паспорта, у тебя нет медицины, скорее всего, у тебя нет машины в перспективе и нет квартиры. То есть, таким образом, оккупанты просто закручивают зайки и делают жизнь в оккупации невозможной обычному простому человеку, который не хочет изменить Украину. Да. Ну, известны и другие примеры. Вот, например, в Каменке работники Центра первичной медико-санитарной помощи отказались от получения российских документов, да, и захватчики сообщили, что закрывают это лечебное учреждение. Вот. Ну, и в свою очередь, на временно оккупированной территории россияне завозят свой медперсонал, в основном из депрессивных далеких регионов, им платят какие-то большие по российским меркам деньги, работают эти работники вахтовым методом. Вот такая тенденция, да? И в Бердянске такая же ситуация. Да. В целом, любая сфера, а я вам скажу, что сферы, в которых у россиян нет кадрового голода, на сегодняшний день, наверное, и не назову. Потому что везде практически у них требуется, 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 в органы их так называемой власти. С медициной отдельная вообще история, потому что, в свое время, медикам низкий поклон отдельный. Медики либо выехали, либо просто сопротивлялись паспортизации. А на медиков как-то вот отдельно, потому что их много, и они как бы, ну, они под контролем были под такими. И на медиков вот отдельно, они их там собирали. Рассказывали, что нельзя жить, и вам существует без паспорта. Вы должны продолжать работу с паспортом. Потом начали обижать рублем, кто без паспорта. То есть тем, кто с паспортом больше зарплата. Кто без паспорта там какой-то процент ниже. И так далее. Ну, естественно, это все было сопережено с тем, что приезжали из самых светила медицины Дагестана, я не знаю, что там в Дагестане за медицина, приезжали вот такие вот граждане, которые из Чувашии, специалисты, топ медицина мира, это медицина Чувашии, вот эти вот приезжали зарабельчане, которые в последствии говорили, что у вас тут в Бердянске в оккупации зарплаты повыше, чем у нас в солнечном Дагестане. Или в солнечной Чувашии. И это их очень многих расстраивало и обижало, что российские стандарты в России не такие высокие, как на оккупированной территории. Их это многих и интересовало. То есть они вот ехали, и вот у них вот этот был диссонанс, как это так. Ну, то есть россияне пытались на оккупированной территории как-то задобрить, вот такую какую-то картинку создать, и тем самым внесли смуту в самих россиян, что москвичи на такой же должности получают меньше денег. И учителя, и врачи все на свете. Вот. И так вот этот вот туризм у них постоянно продолжается. Они пытаются как-то вот взаимно интегрировать общество. То детей повезут в Чувашию в лагеря, то чиновников повезут познакомиться. Это чувашская там какая-то культура, я не знаю. Мы раньше по безвизу ездили в Швейцарию, во Францию или в Канаду могли попутешествовать, да. Ну, сейчас у жителей оккупированной территории чувашия, простите, там музей палок, каких-то там непонятных их там домиков. Вообще, я просто посмотрел чуть-чуть, там ничего нет, там ничего нет интересного. Им рассказывают, как там вот прекрасно у них жить. Ездят просто по мозгам, знакомят, и потом уже эти люди, как опять же их возвращать в наше общество, это будет большой вопрос. Да. Виктор, хотел еще о мобилизации поговорить на временно оккупированных наших территориях. Известно, что российские оккупанты планируют мобилизировать людей после проведения вот этих своих так называемых выборов. Ну, в частности, в Луганской области об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЭШ. Эти выборы, как мы понимаем, и вот эти вот меры раздачи паспортов, принуждения к этому предоставляют оккупантам возможность обновлять списки и составлять, в общем-то, видеть весь мобилизационный потенциал людей, которых можно бросить на убой. Что в Запорожской области с мобилизацией? На нашей территории разная ситуация по самой области была. Конкретно вот я за свой город и район могу сказать, что побаивались в свое время оккупанты поднимать эту тему мобилизации, потому что они постоянно людям говорили, что все нормально, получайте паспорта, ничего не будет, вы просто получите паспорта, за паспортом вы получите 10 тысяч рублей помощи, либо там пенсию пенсионеры, опять же, более высокую, чем в России, естественно. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть пытались людей склонить к тому, чтобы они как-то вот подлежали какому-то учету и контролю. Сейчас, последними неделями, уже такая вот пошла информация, что предприятиям надо лиц мужского пола поставить на военный учет. С приметкой, с примечанием, что это не связано с мобилизацией. Ну, очень так, беспалево прям, это не связано с мобилизацией, но военный учет, будьте добры, ведите. Вот, по факту это происходит так, что предприятиям, будь то частным или так называемым коммунальным, поставлена задача, либо вы ставите на учет всех, абсолютно всех мужчин, либо вы их выгоняете, либо мы вас вообще, там, коммунальщиков, допустим, сократим вам штаб, если вы не можете провести через военкомат весь свой коллектив трудовой. Вот, и сейчас уже, то есть в воздухе запаса мобилизации, ее не называют мобилизацией ни в коем случае, плюс ко всему вербовка продолжается в различного рода формирования, как, например, уже там неоднократно расстрелянный украинским войском батальон Судоплатова и подобные незаконные формирования набирают там алкашей всяких, которые там хотят заработать денег, вот, и они вот прям везде активно-активно-активно форсят, что вот давайте вступайте в ряды, в лавы, у нас тут и волонтеры, у нас тут какие-то движения, на самом деле это абсолютно мертворожденные формирования, зарплату они там обманывают, как правило, людям там обещают золотые горы, ну, как все обычно это в России происходит. Вот, а сейчас уже, да, уже пахнет мобилизацией, и я думаю, что это вопрос времени исключительно, потому что, когда начнется тотальная, если начнется тотальная мобилизация на территории России, не знаю по какому принципу, это не зацепит оккупированные территории, то есть вероятность этого высочайшая, на мой взгляд, на сегодняшний день. Да, к сожалению, да. Вы рассказывали уже примеры того, как оккупанты расселяются в наших пансионатах, санаториях, лечебных учреждениях, и как туда успешно прилетают наши ракеты, и потом это просто все сметают в мешки и развозят. Хочу в этой связи о потерях оккупантов вас спросить. Мэр Мелитополь Иван Федоров недавно сообщал о том, что оккупанты привезли в город еще один мобильный крематорий, но ситуация уже настолько плачевная, что и двух этих страшных машин уже мало, поэтому трупы своих солдат они уралами свозят в какие-то свинарники и сжигают. И жители Бердянска тоже жаловались на невыносимый запах. Это все, видимо, оттуда. Это регулярно происходит. Не так давно отслеживалось, что порядка четырех крематориев, скажем так, в нашей полосе. Бердянск, Мелитополь, это вот юг Запорожской области. Я так понимаю, что сейчас их стало больше. Ну, по крайней мере, даже наши местные бердянцы, если в свое время понимали, что там в порту располагался крематорий и еще что-то похожее на крематорий, которая воняла за границами, Бердянска за границами города, где-то вот в лесопосадках или в селе, то сейчас вонь стоит такая, что даже непонятно откуда воняет. То есть жгут, они просто жгут, это бесконечно. Но более того, когда были прилеты, например, по заводу Азовкабель, четкая была информация, что вместе с обрушенными конструкциями, с разгоревшими боеприпасами, вместе вот эта все, эта каша из бетона, металла и человеческих тел, они просто даже сгребли тогда в кучу, оставили, бросили и даже не занимались, не разбирали. То есть потери, как таковые, я подозреваю, что сами оккупанты не могут даже адекватно отслеживать. Так же было примерно с прилетом по базе отдыха «Химик» в селе Новопетровка, когда туда очень четко влетела штормшедл, и опять же местные информировали, что они там порылись некоторое время, но часть того, что там осталось, вместе с останками бросили. Плюс ко всему, вот эти крематории на территории, возле города Токмака есть мясокосный завод, так называемый, у меня тоже была информация, что его использовали, но он прям вообще был создан для того, чтобы, как мясокосный завод, только для скота, крупного рогатого. Ну, сейчас это не крупный рогатый, прямоходящий скот, также там сжигается. Ну да, оккупанты сами объясняли, это мы сжигаем свиней, но, видимо, вот так вот они своих называют. Продолжает и мародерить, продолжает грабить Запорожскую область оккупанты, об этом тоже сообщает Центр национального сопротивления. Известно, что во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод, большинство оборудования просто вывезли. Также сообщается, что местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов на фронте, а ситуация ухудшается. Что в Бердянске? Там ведь тоже наверняка на многие объекты глаз положили. Да не только положили глаз. Многие объекты уже и промародерили, так сказать. Значительную часть в самом начале. Я там молчу про, допустим, школы и какие-то подобные социальные учреждения, в которых была компьютерная техника, мебель и так далее. Они там рапортовали, что мы открываем школы, запускаем образование. Вместе с этим на глазах местных жителей грузовиками вывозили оборудование и мебель, ну просто которая была в последней реформе по новой украинской школе куплена. Столы-пылюстки, компьютеры, шторы. То есть они вообще ничем не брезгуют. Я не знаю, зачем им это надо. Они настолько бедные, несчастные, что у них этого нет. Ну, шторы и обычные детские столики, медицинское оборудование, что угодно. То есть дошло до того, что вывозили даже вагоны практически в целом состоянии, платформами, либо железной дорогой их выгоняли. На металлолом их сдавали, что в порту разокомплектовывали оборудование. Раздеребанили, допустим, порт. Помимо того, что государственное предприятие, есть ассоциация морских портов, которые там размещались. Там еще было ряд предприятий логистических частных. Они были довольно-таки современные. Там тоже было очень много техники тяжелой и в смысле подобных кранов, транспорта, грузового, легкового, компьютера и все, что хочется. Это все тоже в первые дни, в первые месяцы было вывезено в неизвестном направлении. И я молчу про местных жителей, у которых вот это будет объем, о котором мы сейчас даже и не можем себе, объем этим мы не можем представить. То есть местным жителям заезжают и вывозят. У меня лично после обыска, например, даже зубы золотые лежали, там старые зубы золотые. Вот их даже забрали и не попрезговали. Мебель, техника, ковры, посуда, утварь любая. Она вся вывозится, уезжает. Это все мы видели начало с оккупации Киевской области. Вот ровно. Я говорю, унитазы сейчас это все в квадрате или в кубе происходит на оккупированной территории. Но очевидно, что они деребанят, потому что они ощущают, что они там ненадолго остаются. Они не заинтересованы ни в развитии, ни в каком-то будущем, ни в каких-то перспективах. Это просто временное использование. И в то же время мы понимаем, насколько мы хорошо жили, если приезжают немытые и они подставку магнитную для ножей, забирают себе, потому что они такого не видели в глазах. Это история жизни. Ну, я же говорю, если здесь в этих процессах искать что-то хорошее, то действительно это все свидетельствует о том, что они понимают, что не сегодня, а завтра. Им придется пятки уносить оттуда, поэтому сейчас уносят все это. На курортах, давайте о курортах наших, на курортах оккупированной части Азовского моря, понятно, что пляжный сезон сейчас не лучше, чем в Крыму. В Бердянске пляжи пустуют, песок никто не чистит. Мы видели эти кадры, много засохших водорослей на побережье. Понятно, что никто не отдыхает, никакого сервиса, только море, именно так говорят местные жители. Запустение и тлен, вот это признаки и картина так называемого русского мира. Скажите, в каком состоянии сейчас сам Бердянск, мы знаем, некогда многолюдный, красивый, гостеприимный, красочный, зеленый. Что сейчас? Мы в свое время за курортный сезон, знаете, не то чтобы хвастались, гордились тем, что Бердянск принимает порядка миллиона туристов за весь курортный сезон. С мая по середину сентября. И у нас день Конституции 28 июня и день независимости 24 августа. Это было начало огромного курортного сезона и конец прям очень людного. На сегодняшний день, если мы можем сказать про каких-то 500 тысяч, 2 тысячи туристов полноценных, которые реально приехали на море в Бердянск, это вот действительно эти цифры по сравнению с миллионом в свое время. То есть это потужно, это возможности нашего города принимать было столько человек. Сейчас единственное, что работает из, ну, развлечений или не развлечений, не знаю, как это правильно назвать, какая категория, это кафешки и рестораны, в которых заседают офицеры и военные, у которых есть деньги. И с ними там некоторое местное коллаборационное население тусуется, все. Аквапарк открыли в последних числах июля, уже, как говорится, в свинячий голос, в конец курортного сезона. Лунапарк не работает, Дельфинари не работает, иные развлечения, все там парки, машинки, аттракционы. Ничего нет, ничего не было. Пустые улицы, пустые пляжи. Пришли, единственное такое было вот у нас там событие, пришли дельфины, возможно, с Черного моря они пришли. Ну, как говорят специалисты, нет хорошего, нет хорошей экологической ситуации. А, следствие теракта российского на Каховском. Да, следствие нет, да. Еще один маленький плюсик, что появился бычок. Ну, потому что промысла никакого, естественно, нет промышленного в море, плюс в прошлом году с Саратова очень много потонуло орков. Бычку есть кормовая база, как бы. Бычок чуть-чуть пошел. Дай бог вернемся, он нас и встретит. А так, в целом, ужасно нестриженные, неубранные деревья, газоны. Все деревья, ну не все деревья, деревья болеют. Сейчас вот это раньше лечили, вот это белое на них, белый на них пух появляется, болезни. С экологией беда, комары нетравленные, вода по графику людей там или нет. То есть, ну, город живет, он вот как будто вот замер, и там зона отчуждения, в которой вот прорастает сквозь асфальт, прорастают деревья. Пока еще, конечно, такого не происходит, но в целом, сравнивая с тем, как было и как сейчас есть, я не хочу сравнивать, конечно, это сейчас этого ничего нет, у нас нет города Бердянска. Ну, курортный сезон уже второй, отсутствует просто абсолютно. И даже больше того, приезжают либо российские, либо с оккупацией с других областей, с Донецкой, там, допустим, с Луганской, приезжают блогеры на курорт и возмущаются. Что-то такое, курорт, нет людей, нет развлечений, сухой закон на курорте. И вообще ничего не происходит. Они говорят, как это так? Мы были в Бердянске там 10 лет назад, но тут там все крутилось, вертелось, огоньки светились и горели, и в 2 часа ночи была куча людей на Приморской площади, играли песни по гитару. Сейчас это 2 раза за лето станцевали лезгинку, непонятно какие, чучмейки, все, больше ничего не происходит. Ну, у них там день бублика, день таксиста, день рождения холодильника, и я не шучу, праздники, которые у них там празднуются, так сказать, всяким библиотекам и центрам. То есть, своя какая-то атмосфера, зазеркалье, не имеющего ничего общего с нормальной жизнью. Да, ну, что ж, верим и надеемся, что Бердянска живет и будет как ранее, как прежде, зеленым, гостеприимным и полон туристов, и обычок будет сыт. Да, да. Вы знаете, ну, ровно как и все города наши живут, конечно, временно оккупированы. Верим, верим в вооруженные силы Украины и в скорейшее освобождение всех наших городов. Вы знаете, я напоследок хотел показать, как жители временно оккупированного Бердянска совершают тихое сопротивление русскому миру. Давайте сейчас посмотрим. Ага, вот-вот, эти кадры. По всей видимости, там портрет Путина и вот эта триколорная тряпка, которую сжигают в мусорке, где им, собственно, и место. Да, вот и портрет диктатора. Это предметы предвыборной агитации. И все это яркое напоминание, что оккупантам Бердянск это Украина. Так было, так есть и так будет. Спасибо нашим людям за вот эти вот примеры смелости и мужества. Это вселяет надежду и веру, что в скором времени, да, Бердянск будет освобожден, ровно как и все временно оккупированные украинские города и регионы. Виктор, вам спасибо. Спасибо за эту беседу, за разговор. Напоминаю, в нашем эфире был Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok